МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире вышел в свет 50-й номер еженедельника Вестерн-Армения. 36-е заседание Совета правительства Республики Западной Армении. С помощью ложной приманки для усыновления мира Турция добьется полного демонтажа армянской государственности. Баку попытался представить решение о проведении КОП-29 с помощью фейковых аккаунтов. Ложь Баку о бомбертии. Армянские матери Западной Армении, 1915 год. Выражения трагической страницы истории и изучения геноцида однозначно вписываются в турецко-азербайджанскую логику АЯКВЭ. Вышел в свет очередной номер еженедельника Вестерн-Армения. На обложке нового номера – мост Сулук, деревня Сулук, Сулука, Западная Армения, Бетлийский, Вилаэт, провинция Муш. 27 мая 1907 года во главе с Геворком Чаушем в Сулухе фидаины сражались против турок. Гевор Чауш скончался на следующий день. Деревня в 1915-16 годах была разрушена. Жители были убиты или депортированы. Также вашему вниманию представляем мероприятие к 30-летию Культурного Союза Армения. Гора Немрут. Армянское происхождение церкви Сурб Аминопаркит Шуши и попытки осквернения церкви со стороны Баку Рафи Куртушан. Опасность для экосистемы Западной Армении. Также много интересного, что обязательно привлечет ваше внимание. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версию еженедельника в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. 29 октября состоялось очередное заседание Совета правительства Республики Западной Армении. Заседание открыла президент Республики Западной Армении Лития Маркосян. Представив подробности важного мероприятия во французском городе Бурк-ле-Валанс, подчеркнуло огромный потенциал и значение местной армянской общины. С речью выступил президент Армянак Абрамян. Рассказав об Арцахе, провел параллель с событиями Западной Армении. Армянак Абрамян представил деятелец фидаинов и их ключевую роль в освобождении Арцаха. Отметив, что более подробно рассмотрит этот вопрос на последующих заседаниях. Выражая важность оценки героической борьбы армянского народа, по инициативе Армянак Абрамяна был учрежден военный орден, врученный в повестку Дня Франции. С помощью ложной приманки для установления мира Турция добьется полного демонтажа армянской государственности. Этот этап стартовал в 2020 году в ноябре, когда армяне и особенно национальная элита дали на это согласие, терпят де-факто протурецкие власти по разным причинам и под разными предлогами. Последним этапом этого процесса является не так называемый мирный договор. Последний этап – мы на пути к миграции. В том, что де-факто власти Армении проведут этот этап до конца, сомнений нет. Чтобы сказать, мы должны быть провинцией Турции, чтобы жить спокойно. Осталось где-то один-два года. Американское издание The Washington Post утверждает, что правительство Баку пыталось представить спорное решение о проведении КОП-29 в положительном свете через фейковые аккаунты в социальных сетях. Ссылаясь на результаты специального исследования, СМИ отметили, что в той кампании администрации Алиева было задействовано не менее 1800 фейковых аккаунтов на социальной платформе X. Газеты пишут, что армия азербайджанских ботов активно распространяла заявления азербайджанских чиновников, в том числе помощника президента Алиева Хикмета Гаджиева, о том, что Азербайджан, будучи нефтедобывающей страной, одновременно содействует производству зеленой энергии. Помимо экологических постов, боты распространяют и армянские посты, отмечает американская газета. Напоминаю, что Баку – это страна, которая напала на Арцах в сентябре прошлого года. Депортировала этническое армянское население и ликвидировала правовые, политические и гражданские институты Арцаха. По меньшей мере, 23 известных армянских политика до сих пор находятся в тюрьмах Баку. Согласно анализу, боты распространяют посты, унижающие этих заключенных, используя разные хэштеги. Официальный Баку назвал эти претензии грязной кампанией против Азербайджана. Особенно накануне КОП-29, The Washington Post и некоторые представители Конгресса проводят грязную пропагандистскую кампанию против Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гачиев. Ильхам Алиев поручил азербайджанским ученым исследовать Западный Азербайджан, заявив, что это историческая азербайджанская территория, а названия его городов и сел имеют азербайджанское происхождение. С целью присвоения финансовых средств ученые Баку проводят исследования, называя историко-культурные объекты на территории Восточной Армении албанскими или тюркскими. Фаик Исмаилов, сотрудник Национальной академии наук Азербайджана, написал статью о крепости Амберт, утверждая, что построенная в XI веке церковь Паграмашен похожа на церковь Ганзасар. Отмечая надписи на стенах церкви, написанные на армянском языке, были добавлены в начале XX века с целью присвоить крепость. Тем не менее, крепость Амберт и прилегающие к ней постройки не являются азербайджанскими или тюркскими. Крепость была основана в VII веке князьями Камсар, в X веке принадлежала князям Пахлавуни и была важным военно-оборонительным оплатом царства Багратуняц. Историко-культурный заповедник крепость Амберт включает цитадель крепостные стены католическую церковь Ваграмашен 1026 года. 1915 год – один из самых печальных и трагических в истории армянского народа. В Османской империи был осуществлен геноцид против армян. Проживающие на протяжении тысячи лет армяне с западной Армени подверглись массовым убийствам, депортациям и репрессиям. Ужасные события оставили неизгладимый след в истории нашего народа. Жившие на своей родине армянские матери боролись не только за собственное существование, но и за жизнь своих детей и семьи. Им пришлось видеть, как родные подвергаются насилию и жестокости. 1915 год был ужасающим и в то же время героическим эпизодом для армянских матерей, подчеркивая их стойкость, любовь и патриотизм. Армянские матери стали символом национальной идентичности и примером героизма. Пережив ужасы и потеряв детей, их души продолжали бороться, сохранив свое культурное наследие, моральные ценности и глобальную модель любви и заботы. Устранение международного признания и осуждения совершенного против армян геноцида из приоритета внешней политики Восточной Армении является неуважение памяти миллионов жертв геноцида. Заявление Арарата Мирзуяна нарушает коллективную волю и завет армянского народа в вопросе признания геноцида. Выражение трагической страницы истории и изучение совершенного против армян геноцида однозначно вписываются в турецко-азербайджанскую логику, перенижая значение геноцида. Отказ от международного признания ставит под сомнение международную безопасность и роль Восточной Армении. Нынешнее правительство должно руководствоваться национальными интересами, защищая право Арцаха на самоопределение и процесс признания совершенного против армян геноцида. В 2023 году гражданская инициатива АЯКВ выступила с осуждением позиций, принижающих значение геноцида, за реализацию которых мы готовы привлечь к ответственности любого нарушителя. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok